Агрессия России против Украины. Топ тема в ЕС и НАТО. Более трех миллионов украинцев воспользовались услугой Епитрымка и Украина и мир готовятся к Новому году. Будут ли ужесточать ограничения из-за омикрона? Об этом и не только в итоговом выпуске новостей в студии Анна Нитченко. Здравствуйте. Военной помощи ожидает Украина от Запада речь не только об оборонительном, но и о наступательном вооружении. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников. Он подчеркнул, на восьмом году российской агрессии Украина способна себя защитить, но нуждается в конкретной помощи, так как очередное выражение беспокойности не работает в отношении Кремля. Обуздать его способны жесткая позиция, санкции и реальная помощь украинской армии, отметил Алексей Резников. Экономические санкции, политические, финансовые санкции, и, главное, военная помощь техникой, вооружением, украинским вооруженным силам. Защищаться мы будем сами, но помогите нам. Нам нужна радиоэлектронная борьба, радиоэлектронная разведка, противоракетные комплексы, киберзащита. Нам нужно усиливать наш флот. Все эти нужды мы называем публично, не скрываем, и тогда агрессор дальше не пойдет. Агрессия России против Украины и возможная эскалация на наших границах стали одной из основных тем на международных переговорных площадках съезд и НАТО на этой неделе. Западные партнеры заявляют, Кремль не имеет права указывать, кому вступать или не вступать в Североатлантический альянс, и предостерегают Россию от дальнейшей эскалации вооруженной агрессии. Подробности расскажет Юлия Кричкова. Самая напряженная ситуация за последние десятилетия и угроза для безопасности всей Европы. Так мировые лидеры характеризуют концентрацию российских войск на границе с Украиной. Именно тема агрессии Кремля стала самой обсуждаемой на саммитах Восточного партнерства и ЕС, которые проходили в Брюсселе на этой неделе. К сожалению, сейчас мы наблюдаем концентрацию усиления вооруженных сил России на границе с Украиной. И это, наверное, самая напряженная ситуация за последние 30 лет. И я говорю не только лишь об Украине, а о восточном фланге НАТО, о Балтийском регионе. Я считаю, мы обязаны сделать все, что в наших силах, чтобы предотвратить тот худший сценарий, который, к сожалению, мы пока не можем исключить. Россия должна отказаться от эскалации и любым образом избежать агрессии в адрес Украины, потому что мы, страны ЕС, едины в поддержке суверенитета и целостности Украины. И любое агрессивное действие будет иметь серьезные политические и экономические последствия. В совместном коммунике по итогам саммита в Брюсселе лидеры стран ЕС призвали Россию снизить напряженность вокруг Украины и умерить агрессивную риторику. В случае нападения России на Украину Евросоюз пообещал серьезные последствия. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, санкции после полномасштабного вторжения не выход. И нужно нажать на Россию сейчас, чтобы не допустить эскалации. Относительно санкционной политики, скажу откровенно, некоторые государства, некоторые лидеры предлагают формат реагирования на вероятную эскалацию после вероятной эскалации со стороны РФ. Санкционная политика после уже никого, честно говоря, не интересует. Наше государство интересует санкционная политика до вероятной эскалации. И тогда эскалации может и не быть. В то же время в НАТО заявили, Альянс продолжит оказывать помощь Украине в вопросах безопасности и обороноспособности. Я приветствую помощь, которую предоставляют НАТО и союзники по НАТО с помощью тренировок, учений и советов. А также тот факт, что союзники по НАТО предоставляют разные типы оборудования. Иногда это происходит через агентства НАТО, а иногда оборудование предоставляется на двусторонней основе. Самое важное то, что Украина получает это оборудование, которое важно для того, чтобы усилить мощь и возможности украинских вооруженных сил. Сейчас Кремль активно использует тему сближения Украины и НАТО для шантажа западных стран. Накануне Россия распространила проект так называемого договора о требованиях безопасности. Кремль хочет получить гарантии, что Украина не вступит в НАТО и Альянс не будет расширяться на восток. В Белом доме уже заявили, США не приняли решение и переговоры продолжаются. Мы видели российские предложения, обсуждаем их с нашими европейскими союзниками и партнерами. Без наших европейских союзников и партнеров не будет переговоров по европейской безопасности. В украинском МИДе, говорят, партнеры по НАТО показали, что Кремль не имеет права голоса в вопросе членства Украины в Альянсе. Именно дипломатия поможет урегулировать ситуацию. Как это удалось весной этого года, когда мы в прошлый раз оказались перед угрозой полномасштабного вторжения России. Весной активная дипломатическая деятельность президента Министерства иностранных дел позволила снизить напряжение. В настоящее время благодаря этой дипломатической работе нам удалось консолидировать мировую коалицию в поддержку Украины. А главное – инициировать работу по воплощению комплексного пакета сдерживания России. Переговоры об урегулировании ситуации на украинско-российской границе и на Донбассе продолжаются. В то же время украинская армия готова к любым сценариям. Юлия Крючкова, Новости Украины. И уже завтра состоится встреча президентов стран Люблинского треугольника. Владимир Зеленский принят в резиденции Сенегора, польского и литовского коллег Анджия Дуду и Гитана Санауседу. Наша съемочная группа будет отслеживать заявления на саммите. Все подробности расскажем завтра в выпусках новостей Украины. За усиление персональных санкций против Кремля выступила министр обороны Германии. Комментируя ситуацию возле украинских границ, Кристина Ламбрехт заявила, ответственные за агрессию против Украины должны испытать последствия лично. Об этом она сказала в интервью изданию «Пиль там зонтак». Ламбрехт сообщила, с обеспокоенностью наблюдает за стягиванием российских войск к границам Украины. И Россия является агрессором. И отметила, нужно сделать все возможное, чтобы остановить эскалацию. «Сейчас мы должны нацеливаться на Путина и его окружение. Люди, ответственные за агрессию, должны ощущать личные последствия. Например, то, что они больше не могут ездить на Елисейские поля в Париж за покупками. Мы должны исчерпать все варианты дипломатии и экономических санкций. И все дальнейшие шаги должны быть четко скоординированы в НАТО». Простые навыки, которые спасают жизнь. Согласно статистике, только каждый десятый украинец умеет грамотно действовать в критических ситуациях. Почему так важно иметь навыки до врачебной помощи? И что нужно знать каждому в экстремальных случаях? Валерия Никипелова узнавала. Больше трех с половиной тысяч украинцев погибли в дорожных авариях за прошлый год. Почти полторы тысячи утонули. Еще столько же погибли в пожарах. А болезни сердечно-сосудистой системы стали самой распространенной причиной смерти в Украине. Однако многих из них можно было спасти, грамотно предоставив первую помощь. «Никто не застрахован как от родственников, так и вообще прохожих. Любого человека абсолютно может случиться какие-то проблемы со здоровьем. И нужно знать, уметь, чтобы вовремя оказать помощь. То есть это очень важные знания, которые спасают жизни». Алгоритм первой помощи продуман так, чтобы каждый случайный свидетель происшествия смог помочь пострадавшему дождаться врачей. Мы спросили у жителей столицы, что они знают о первой помощи. «Нужно нажимать, найти вот эту перепоночку, две руки вместе и отжимаешь с усилием, но не с таким, чтобы ребра поломать. И это самое искусственное дыхание». «Есть очень классный мануал, называется ACB, можно в интернете найти. То есть первое – это airway, то есть мы проверяем, проходим ли дыхательные пути. Потом B – это breath, то есть есть ли дыхание. Если нет, то мы начинаем с него. И C – это circulation, то есть это уже идет как качать человека». Приемы до медицинской помощи не требуют от реанимирующего ни медицинского образования, ни специальной аппаратуры, а схема проста и понятна каждому. «Оказание первой помощи, особенно непрофессионалам, должно быть очень простым и надежным. Чем больше мы будем усложнять схему, тем меньше она будет работать. Сложные схемы обычно не срабатывают. Поэтому реанимация представляет собой комплекс простых мероприятий. Раз, два, три». Первое – это осмотреть место происшествия и убедиться, что вам самим ничего не угрожает. Второе – оценить состояние пострадавшего. В сознании ли он, дышит или нет, бьется ли его сердце. После стоит вызвать бригаду скорой помощи и при необходимости другие экстренные службы. При наличии кровотечения остановить его с помощью твердого и постоянного давления на рану. Затем выдвинуть нижнюю челюсть или запрокинуть пострадавшему голову, то есть обеспечить проходимость дыхательных путей. Если признаков жизни нет, приступаем к сердечно-легочной реанимации. Для этого ставим прямые руки на середину грудной клетки пострадавшего и нажимаем со скоростью 100-120 раз в минуту. После 30 компрессий по желанию можно сделать два вдоха рот в рот. Продолжать реанимацию следует до приезда скорой, но не дольше получаса. С собой медики привезут дефибриллятор, аппарат искусственной вентиляции легких, а также экстренную аптечку. Экстренная аптечка – это то, что будет использовать прибывший на место медик, если у него нет с собой. Она будет включать адреналин и амидарон, противоритмический препарат. Прежде всего адреналин. Главное в доврачебной помощи – не навредить пострадавшему, а помочь ему дождаться медработников. Валерия Никипелова, Руслан Белозеров. Новости Украины. Первую дорогу, которая позволит перенаправить транзитный транспорт, в объезд центра открыли в Днепре. Южный обход начали строить 10 лет назад, но работы быстро заморозили. Их удалось возобновить лишь два года назад в рамках программы «Большое строительство». Впечатлениями от объездной делится Наталья Гусак. Этого события долгие годы ждали и жители Днепра, и водители транзитного транспорта. В городе открыли первую объездную дорогу. И первыми на маршрут запустили раритетные грузовики автомобилям больше 50 лет. Дорожники говорят, это символ для всех дальнобойщиков и строителей. Именно на таком Семен Мушар раньше ездил как по Украине, так и за ее пределами. Он шофер с 40-летним стажем, сейчас работает на современной машине. Мне довелось проехаться по дорогам и других стран, но сегодня это, можно сказать, европейский уровень. На открытие новой трассы приехал и Максим, говорит, объездная дорога со стороны Запорожья была необходима. Любая транзитная дорога, это хорошо, которая позволяет миновать светофоры, это сильно ускоряет движение, позволяет быстрее проехать из точки А в точку Б. Тем более, если эта дорога ведет от Запорожской трассы прямо к массивам Победы, это замечательно. 7 километров объездной дороги построили с нуля за два года, делали по новым технологиям, всего положили 7 в свое асфальто. На сложных участках пришлось соорудить насыпи и водоотводы, чтобы осадки не размывали дорогу. На дороге работало больше 300 человек, более 150 единиц техники и в сжатые сроки данный объект был реализован. Он действительно был сложный, со сложными грунтовыми условиями. Символическое испытание объездной провела колонна дорожной техники. На этом участке ожидается 20 тысяч машин в сутки. У нас есть три опасных участка, которые на сегодня уже освещены, готовы к движению. Объездную дорогу построили в рамках программы «Большое строительство по всей Украине». За год восстановили более 5000 километров. Почти десятая часть из них в Невропетровской области. В этом году уже восстановлено более 400 километров дорог. И на следующие годы планируем не уменьшать, а только увеличивать амбициозные планы, амбициозное выполнение. К вечеру на дороге уже открыли полноценное движение. Наталья Гусак, Владимир Штенгелов. Новости Украины. Более трех миллионов украинцев воспользовались услугой «Епитрымка». С ее помощью полностью вакцинированные украинцы смогут поддержать те сферы экономики, которые пострадали от пандемии. О старте проекта в предложении «Дия» сегодня официально заявили в Министерстве цифровой трансформации. Большинство тех, кто подал заявку на тысячу гривен, уже получили средства на карту. Внештатный советник руководителя Офиса президента Украины Тимофей Милованов по эксклюзивному интервью нашему телеканалу рассказал, какие именно отрасли нуждаются в такой поддержке больше всего. Идет поддержка сервисных отраслей, которые страдают больше всего от ковида. Это хорошая идея. И вот эта тенденция, когда деньги будут направляться на определенные цели, она будет в экономике современной мировой и украинской развиваться все больше и больше. Тем временем в Украине за последние сутки полностью привились более 62,5 тысяч человек. В общей сложности с начала кампании в стране вакцинировали уже больше 14 миллионов. Кроме того, в Минздраве сообщают о снижении ковид-показателей за последние сутки. Так, с подозрением на коронавирус госпитализировали более 2 тысяч человек. А 6 866 пациентов выздоровели. В Министерстве здравоохранения подчеркивают иммунизация – самый эффективный метод профилактики ковид-19. Получить ответы на все вопросы, касающиеся иммунизации и ковид-19, можно позвонив по номеру, который вы сейчас видите на экране. Вместо новогодних гуляний – жесткие ограничения. Из-за штамма омикрон страны одна за другой вводят карантин. Как мир уже второй год подряд готовится к Рождеству в условиях пандемии – смотрите в материале Инны Косинской. В заснеженной финской Лапландии в парке развлечений деревня Санта-Клауса заканчивается строительство ледяного ресторана и гостиницы. Однако сколько людей побывает здесь, остается только гадать. Новый штамм коронавируса омикрон и новые ограничения угрожают сорвать рождественский сезон. Это похоже на лотерею. Каждый день вы смотрите новости и начинаете задаваться вопросом, что происходит с путешествиями, что будет с туристическими компаниями и работниками, как нам выжить. Это были тяжелые полтора года. И самое удивительное то, что мы не знаем, когда это закончится. Лапландия уже который год считается меккой для любителей зимних праздников. Чтобы зарядиться рождественским настроением, покататься на оленях и полюбоваться северным сиянием, до пандемии сюда ежегодно приезжало более полумиллиона туристов. Туризм приносил около 260 миллионов евро в год. Но в прошлом году выручка упала на 60%. Конечно, это вызывает беспокойство. Почти два года научили нас, что ничему нельзя доверять. Вам следует просто подождать, чтобы увидеть, что произойдет. И это довольно напряженно. Из-за омикрона в Лондоне уже объявили чрезвычайную ситуацию. В Париже отменили традиционный новогодний фейерверк и праздничное шоу на Елисейских полях. Нидерланды ввели жесткий карантин. Вплоть до середины января в Королевстве будут закрыты культурные и спортивные учреждения, парикмахерские и непродовольственные магазины. Я чувствую себя подавленным. Я не думаю, что могу кого-то винить, потому что мы все просто пытаемся с этим справиться. Мы все в одной лодке. Но это меня обескураживает, потому что я думал, что после последнего карантина мы уже к нему не вернемся. Но вот опять. Это очень грустно. Правительство Италии также рассматривает новые меры, чтобы избежать всплеска заболеваемости в период праздников. И пока ограничения не ужесточили, итальянцы решили не терять времени даром. В Венеции десятки людей, переодетых в Санта-Клаусов, сели в гондолы, чтобы принять участие в красочной рождественской регате. Тем временем в Лапландии туристы, которым все-таки удалось добраться до Северного полярного круга, утепляются и ныряют в холодную воду. В специальных костюмах они плавают в ледяном озере. Оно окружено льдом, толщина которого 30 сантиметров. Так им предлагают расслабиться и забыть о пандемии хотя бы ненадолго. Иннокосинская новости Украины. Горячая пора на фабрике елочных игрушек в селе Ковшаровка под Харьковом. Стеклянные новогодние украшения в Украине изготавливают единицы предприятий. На каждом бережно хранят секреты производства и традиции в оформлении. Чем гордятся мастера в Ковшаровке, они рассказали нашей Наталье Белокудре. Милия Прохоренкова стеклодув 40-летним стажем. Именно от ее мастерства зависит, как будет выглядеть украшение. Она на глаз определяет размер игрушки и силу выдоха. Говорит, этот этап самый трудный и опасный. Чтобы изготовить вот такой большой шар, он изготавливается из более большой трубки, широкой. Эта трубка дольше плавится, потому что стекло и толще это. И чтобы его выдохнуть, надо опять же больше дыхания сделать. За смену опытный стеклодув выдувают до 200 больших шаров. Если меньше диаметр, то и 300. Их потом серебрят, лакируют и сушат. А если сразу нужно украсить, то на специальном станке. Трафаретом наносят рисунок. Клеются пластиночки, в ласточки заливается краска подходящая. Собирается как пазл и печатает на шарике. Символ года полосатого тигренка в формате 3D делает Елена Ходоковская. Говорит, такие шары всегда пользуются спросом. Не только богатые люди, но и меньше таких, которые не очень-то с деньгами. Тоже постараются купить, потому что это символ года. Игрушка красивая, шар красивый. Но таких игрушек нету нигде. А на заключительном этапе художники вручную расписывают украшения. За 20 лет работы Людмила Писаренко разукрасила тысячи шаров. Надо уже доброе время, добрый год, чтобы был. Мы стараемся, мы вкладываем, по крайней мере, энергию позитивную сюда, положительную. Чтобы попробовать украсить готовую игрушку, для детей на фабрике проводят мастер-классы. Я с деговика. Какая-то? Ну, это все руки выделяется. Я плохо рисую. Не то, как руки в блестках, с ног давала. Ну, получается как-то? Ну, да. Потом дорисую, но если поместится, то 2022. Работа на фабрике елочных игрушек не прекращается круглый год. Мы работаем на год вперед. У нас уже 23-й год идет. Вообще-то 21-й, но у нас 23-й уже год кролика. Поэтому мы уже как бы думаем об этом кролике. И уже какие-то эскизы есть. Харьковскую фабрику елочных игрушек знают не только в Украине. Большая часть ее продукции украшает елки во Франции, Германии, Израиле и Китае. Наталья Белокудря, Андрей Домовой, Новости Украины. На этом прощаюсь с вами до следующего выпуска. Напоминаю, в Минздраве призывают вакцинироваться. Иммунизация – это безопасно и эффективно. Больше информации на нашем сайте и в социальных сетях. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова